да кстати по поводу клубники очень важный момент клубника кислая ягода вот и это означает что ее нельзя есть кисломолочными продуктами кисломолочные продукты это что да это йогурт клубничный сметана клубника со сметаной клубника с йогуртом и есть ни в коем случае нельзя со сливками важно со сливками важно а вот с йогуртом уже нельзя потому что они плохо перевариваются мешают друг другу при переваривании образуется ама это очень важный момент поэтому йогурт с клубникой который очень популярен вот его есть я вам не советую там правило такое что кисломолочные продукты нужно есть со сладкими фруктами можно как не нужно но можно а вот с кислыми нельзя вредно для системы пищеварения как бы такого смертельного вреда не будет если вы трупы будете кушать как например бы нам но какие-то процессы с несварением они могут быть а проблема заключается в том что скажем если вы один раз это сделаете ну будут проблемы с системой пищеварения но ничего страшного не будет но если вы скажем два дня подряд или три дня подряд будете есть кислые фрукты с с кисломолочными продуктами то могут начаться уже более серьезные проблемы такой интересный нюанс почему потому что там очень много пит и много петогенные процессы петогенные процессы происходят в организме когда человек это ест особенно для пита это не это плохо людей которых пита доминирует или в сезон пит и вот который начнется после айянанта айянанта это зимнее солнце летнее солнцестояние но зимнее летнее называется айянанта на санскрите вот айянанта а где-то это после двадцатых чисел июня у нас начинается сезон питты и он будет до вишувата осеннего это где-то до числа наверно 18 сентября сезон питты у нас правда пита такая не очень сильная да скажем но достаточно для наших местных людей чтобы какие-то проблемы создать если не следовать этом вот скажем такая простая рекомендация если вы не будете есть кисломолочные продукты вместе с кислыми фруктами и ягодами то это придет к тому что вы осенью будете меньше болеть связано с движением дождь они накапливаются проявляются аккумулируется там целая система если вас аюрведа заинтересует я вам как-нибудь про нее расскажу в дальнейшем это очень интересная наука если исследовать вы никогда ничем болеть не будете если заболеете тот всего выздороветь очень просто вот все что я вам рассказываю на самом деле прикладная аюрведа что я вам говорила например